В первую очередь важно нормализовать режим питания, выкинуть все испортившиеся салаты с новогоднего и рождественского стола, на время забыть про алкоголь и в принципе перейти на более здоровую пищу. Но увлекаться не стоит, голодать врачи не советуют, только навредите себе. Еще один важный момент – восстановить нормальный режим дня. Как же восстановить режим сна и бодрствования? Самые простые советы для тех, кому не подходит считать овечек. Загружайте свои дни до предела, работайте, встречайтесь с людьми, делайте дела по дому, когда возвращаетесь с работы, максимально уставайте и поверьте, бессонница вас минует стороной. Очень полезны, кстати, прогулки на свежем воздухе непосредственно перед сном. Не стоит засыпать на голодный желудок, равно как и на переполненный желудок. Выпейте стакан теплой воды, теплого чая, теплого молока, например. Своими советами относительно того, как быстрее влиться в рабочий ритм, поделились и нижегородцы. Мне кажется, надо просто праздники проводить максимально активно, насыщенно, но при этом успевать отдыхать, сразу входить в режим с 1 января, и тогда проблем не будет уже при выходе на работу. Мне кажется, так. Так берем себя, если даже у нас нет хорошего настроения, как Минхаузен, за волосы себя и вытаскиваем из этого болота. То есть искусственно создаем настроение хорошее, но взяли сто раз попрыгали. Идет мелкая моторика, переключение себя и хоп, выстраиваем, а что мне надо, и вперед. А еще в первую рабочую неделю лучше не нагружать себя сразу большим количеством работы. Следует заранее составить план действительно важных дел и встреч, и отложить те, что могут подождать. Тогда адаптация к новому рабочему году пройдет легче.